Донбасс-арена – самый масштабный центр гуманитарной помощи. Уже год на стадионе ежедневно сотни волонтёров формируют наборы выживания. Помощь разводят по городам и сёлам, которые постоянно под обстрелами. А тех, кто, несмотря на опасность, помогает мирным жителям Донбасса, и для кого стадион стал настоящей ареной милосердия. Сюжет Виктории Чистюхиной. Ух ты! Я же думал, что это тропа с землёй. Это ковёр какой-то. Анатолий Павлович впервые проверяет качество поля на Донбасс-арене. Пенсионер – почти ровесник футбольного клуба «Шахтёр». Говорит, если бы прежний состав играл сегодня на Донбасс-арене, побед было бы намного больше. Анатолий Павлович приходит сюда не болеть за любимую команду, а получать гуманитарную помощь Рината Ахметова. За год домашняя площадка «Шахтёра» стала ареной милосердия. Это самый масштабный логистический центр. Ежедневно здесь формируют почти 20 тысяч продуктовых наборов, которые раздают в Донецке и развозят по всем пунктам выдачи, по ту сторону линии соприкосновения. Каждый день здесь работают сотни волонтёров. В зависимости от нагрузки количество волонтёров варьируется. Но на Донбасс-арене работает от 600 до 800 волонтёров каждый день. На данный момент Донецкий гуманитарный штаб выдал 3 миллиона 360 тысяч взрослых продуктовых наборов для выживания и 220 тысяч детских наборов для выживания. Только в Донецке ежедневно получают помощь почти 12 тысяч человек. Она предназначена пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, детям-сиротам, матерям-одиночкам. Галина Ивановна работает волонтёром уже год. Раньше была кондуктором. Женщина не осталась равнодушной к чужой беде. Когда знаешь, что дети где-то сидят в подвалах, дети остаются без всего. Перекрыли все дороги, перекрыли. Нигде детям не кушать, ничего нет. Время сейчас такое, война. Детям надо помогать. А спасибо Ренату Ахметову, что деткам какую-то помощь предъявляют, спасая их от голодной смерти. Самое сложное, с чем пришлось столкнуться волонтёрам гуманитарного штаба, это человеческие судьбы. Это люди, жизнь которых часто зависит от того, получат ли они гуманитарную помощь. Видеть то, как ветеран войны или ветеран труда приходит, и он буквально зелёный от голода, вот это было самое тяжёлое. Это было на старте. Сейчас, слава богу, ну и благодаря нашим масштабам деятельности, уже не так тяжело для людей. Пункты выдачи помощи Ахметова работает в 19 районах и 60 городах Донбасса. За год по обе стороны линии соприкосновения раздали уже более 4 миллионов продуктовых наборов. Получает помощь Ахметова и фанат «Шахтёра» Анатолий Павлович. Сидя на трибуне, он мечтает о мире и возвращении команды домой. Леонидовичу это выразить, я думаю, что не только от себя, от всего народа Донбасса и Донецка. Особенно большую признательность за всё то, что он делает для Донбасса, для Донецка. Возле Донбасс-арены снова начал работать фонтан с мечом. Дончане говорят, это символично. Люди живут надеждой, что вскоре на Донбассе наступит мир. Виктория Чистюхина, Владимир Конопля, События, канал Украина.